Привет всем с вами Жексон и сегодня будет обзор и небольшой тест такого олого отсоса, который нам пришел из Китая. Он выполнил получается в алюминиевом корпусе, черного цвета. Я им уже попользовался довольно-таки долго и у меня осталось идем определенное мнение. Начнем с удобности. Обычно я его использую левой рукой, вот таким вот образом, зажимая вот этот, знаю, как это даже назвать, что-то вроде клапана. Вот таким вот образом я его зажимаю левой рукой, а правой рукой получается паяю. Со временем это все привыкается, изначально было мне неудобно, поскольку обычно я привык, допустим, например, на эти платья обычно я привык паяльником держать плату, ой, друг от левой рукой держать плату, а паяльником паять. А теперь у меня получается левой рукой держу олого отсоса, а правой рукой паяю, что является немного неудобным. В принципе, со временем мы к этому привыкаем, что есть на что, плату приходится закреплять каким-нибудь образом. ММСК лучший, я даже закреплял его скотчем, поскольку у меня нету специальной паяльной станции. Но со временем это все примыкается. Но, конечно, есть один минус, то что эта штука очень дуго нажимается, по-моему, могла быть пружина немного и послабее. Поскольку со временем палец большой, левой руки устает и просто как бы устает, неудобно становится. Для этого я взял нашу вот такую плату для нашего теста. Буду паять все это дело паяльником, а все это покажу. Ну, давай сначала еще просмотрим много этого олого отсоса. Так, давайте при помощи ножика достанем в эту верхнюю заглушку. Вот мы ее достали. Она выполнена, кстати, из пластика. Изначально думал, что, возможно, этот пластик будет плацать. Нет, ничего подобного. Он немного, конечно, деформировался, но все равно он довольно-таки крепкий и, видимо, достаточный для того, чтобы им паять. Внутри у нас получается, оно изначально все это было делать черное, теперь оно почему-то стало, получается, вот такого вот серебристого цвета. Я не знаю, видно вот на стенках серебристый цвет. И вот тут вот на этой штуке больше всего будет видно, наверное, все это стало серебристым, поскольку это части олого, которые просто рассыпались. Вот увидите, есть черных, просто когда он ее получается, всасывает его, они рассыпаются, распылятся, вернее, даже по всем стенкам этого внутреннего отсека. Я изначально думал, что возможно улого будет где-то внутри храниться, можно будет его забрать все равно накопиться, но, скорее всего, так не получится, поскольку все олого, по стенкам, получается, распределяется, но, возможно, когда-нибудь, может быть, что-то и накопится, но все равно. Оно все распределяется по стенкам, и открыть штуку не особо хочется, потому что тут вылазит очень много всякого такой вот оловянной пыли, которая, по-моему, не особо хорошая. Потому что если отдохнешь, будет потом, по-моему, плохо. Внутри это же самое, вот история, вот, как видите, куча-куча оловянной пыли. Вот тоже вот оно видно, оно прям крошками идет, уже накопилось довольно-таки. Также вот тут вот, сейчас давайте его закроем полностью. Вот тут внутри вот этой штуки тоже по бокам накопляется, получается, оловом, и в итоге, со временем, после использования, сейчас блин упало, так, сейчас все тут, пару штучек оставил. Вот из него попадают вот такие вот стерженьки, ну, которые оловянные стержни, которые накопились, так скажем, ну, так вот все выглядит. Их можно вытащить так же путем того, что если вы, допустим, нажимаете вот так, и чтобы до конца вытащить, вы вытаскивать вот это вот, штука до конца дожимаете, и тут выходит от железда стерженек при помощи него, прощается, получается, этот вот этот канал. Вот так оно вот сделано, и давайте, собственно, переступим к пайке. Для этого я приготовил у нас, получается, вот такую вот схему будем выпаять, получается, выключать или у которого много контактов. Эти контакты простым паяльником не получилось бы выпаять, поскольку, скорее всего, мы бы его повредили. Саму схему я закрепил скотчем, поскольку у меня нету нормальной паяльной станции, обычная привык это все дело, держать руками и паять, то есть паять. А в нашем случае, получается, закрепил скотчем, поскольку в левой руке теперь я буду держать оловоотсос. Уже пару контактов едут по проволоку, уже их, получается, очистил, используя для этого будут 40-го, получается, паяльник такой, советский еще, но его будет выполнять достаточно, поскольку он быстро плавит олово. Так, давайте попробуем вот на первом вот контакте. Он быстро расплавился. И, собственно, мы его зачистили, оно быстро очень все происходит. Второй контакт. Все, видите, оно все быстро очень чистится. Давайте немного вам приближе, чтобы вам было лучше видно. Так, вот. Так, вам уже, наверное, довольно-таки хорошо видно. Опять давайте расплавливаем. Заряжаем оловоотсос. И, собственно, все. Делают это все очень быстро. Самое главное, не перегревать. Ну, в принципе, поскольку это простой выключатель, вот сейчас у нас не получается в первый раз захватить олово. Сколько это простой переключатель, тут не страшно. Если будете упаливать какую-нибудь микросхему с множеством, получается, самих вот этих вот выходов, то вы, главное, ее не перегревайте. Оно все очень делается, получается, быстро. Быстро. Штука, если честно, очень удобная. И вот, собственно, мы все вытащили. В принципе, вот последнее что-то не очень хорошо получилось. Сейчас еще раз. Все, собственно, мы вытащили все, получается, контакты. Конечно, оно сразу же скрещено не отойдет, поскольку там, я отодрал, так скажем, сразу же оно скрещено не отойдет, поскольку, давайте я ножик возьму, покажу, поскольку все-таки в некоторых местах вот эти вот, получается, соединения остались закрепленными. И это все, поскольку голова довольно-таки мягкая, и тем более, но теплое все, оно легко, можно это все ножиком даже немного продавить, чтобы оно отсоединилось. Продолжение следует... Все, собственно, мы его добыли отсюда, видите, более-менее все, вот, цело, плата вся чистая, все дырочки пустые, как вы видите, блинам, камера фокусироваться не особо хочет. Вот, видите, все, это у нас чисто право немного схем повредили, когда ножиком ковыряли. Ну, принципе, нам не нужно увидеть, тут же все дорожки попорчены. Вот, в принципе, функцию он свою выполнил. Я это, конечно, сделал, наверное, не сам аккуратно образом, это потому что, я делал это все на камеру, так скажем, немного торопился, если все это дело было плавно и медленно, то, возможно, это получилось бы, наверное, покрасивее, но все равно мы его вытащили, он 100% рабочий, то есть, потому что мы не повредили особо его, может быть, где-то перегрели, но все равно это не микросхема, если бы микросхему вытаскивали, то было бы, наверное, плохо, хуже. Этим же олово-отсосом я вытащил такую большой довольно-таки микросхему и все вполне удачно, насколько вы видите. И, в общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки, был обзор вот такого олово-отсоса, который нам, получается, пришел из Китая, заказывал я его на сайте dealextreme.com, свою цену в 3-4 доллара он точно окупает, в принципе, свои функции он вполне выполняет, мне он лично нравится и использовать буду его довольно-таки часто при пайке, поскольку он довольно-таки качеством удаляет то олово, которое остается на плате. И, в общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки и, в общем-то, пока. Субтитры сделал DimaTorzok